Добрый день! Кубик 7х7 не составит проблем для тех, кто уже умеет собирать 5х5 и 6х6. Это самый крупный главоломб, который собирает на официальных чемпионатах по спидкубингу. И в этом видео я покажу особенности ее сборки. По своему строению кубик 7х7 похож на все большие кубы. Состоит из одноцветных элементов центров, которых на каждой грани по 25 штук всего получается 150. Двух цветных элементов ребер. Каждый ребро состоит из 5 элементов, получается всего 60. И 8 углов, которые как обычно имеют 3 цвета. Поскольку куб нечетный, то кроме крестовины он не имеет дополнительных внутренних элементов. Этапы сборки опять же стандартные. На первом этапе собираются все центры. На втором этапе ребра. И на третьем этапе собирается кубик как 3х3. Паритетов здесь нет. Поскольку куб нечетный, то удобнее всегда начинать с центральной полоски собирать центры. Можно начинать с любого цвета, поскольку здесь нет необходимости следить за взаимным расположением центров. Но по обыкновению мы начнем с белого. Так, собирается центральная полоска. Отведем ее в сторону и соберем остальные. Я вижу здесь 2 элемента. Здесь еще один. Установится их 3. Всего в полоске их 5. Добавляем 4. Ищем еще один. Находим его здесь. Собираем полоску. Ставим ее рядом с центральной. Следующая полоска. Видим здесь вот такие 2 элемента. Отведем их в сторону. И вот таким образом соединим в 4 элемента. Ищем 5. К примеру, вот этот. Получаем полоску. Поставим вот сюда. Собираем остальные. Ну, я сразу вижу, что можно сделать вот так. Вот этот элемент удобно поставить сюда. И вот еще 2 элемента. Один так. И вот так. Пятая полоска. Видим 2 вот этих элемента. Ищем здесь. Здесь больше нет. Значит, не вот здесь. Поскольку белый центр уже почти собран, надо быть аккуратным для того, чтобы его не разрушить. Смотрим. У нас вот эта полоска пустая. Поэтому вот этот элемент можем свободно опустить. Вот этот элемент ставим вот так. У нас съехала вот эта полоска, но это пока не страшно. Мы можем опустить еще один элемент. И потом уже центр восстановить. Напротив белого собираем желтый. Для удобства начнем опять с центральной полоски. Здесь 2 элемента есть. Доставим еще. Видим вот такой элемент крайний. Движения все с возвратом. И 2 вот таких средних элемента еще нужно. Видим один здесь. И один здесь. Дальше собираем оставшиеся полоски. Я буду стараться собирать их по 2, так же как в хобике 6х6. То есть первая полоска. И теперь нужно крайнее. Вот 2 элемента. Еще 2. И необходимый 5. Вот элемент. Ставим вот сюда. Можно загонять полоски по одной, но двумя удобнее и быстрее. Я постараюсь максимальное количество элементов желтых отсюда забрать. Поэтому установлю вот эти 2 полоски с этой стороны. Здесь всего 1. Здесь 2. Поднимем. Развернем. Вернем. Вот этот элемент придется нам отсюда доставать. Но это можно сделать, устанавливая сюда 4 полоску. Поэтому я соберу какую-нибудь такую. 2 элемента. 3 элемента. И вот вся полоска. Выбиваю вот эти 2. Тем самым забираю оставшиеся элементы. Вот 2 элемента. И вот 2 элемента. Собираем. Вот это 5. Белый и желтый. Центры готовы. По обыкновению соберем сначала синий. Вот здесь есть 3 элемента у центральной полоски. Добавляем 4. И вот 5. Видим здесь 3 элемента. Добавляем 4. И можно вот так вот добавить до конца. 2 полоски готовы. Вижу хороший задел для крайней полоски. Сюда 4 элемент. И вот этот можем упустить вниз. Развернуть. Поднять. Хотя можно было этого не делать. Она здесь уже собиралась за счет вот этого элемента. Но собираем оставшиеся. В произвольном порядке. Не суть важна. Видим 2 вот здесь. Я могу вот этот опустить. Вот так вот его поднять. И вот еще 2 элемента. Так совмещаем в полоску. У нас сдвинулись оставшиеся собранные полоски. Возвращаем их на место. И ставим рядом 4. Пятая полоска. Один элемент. Поблизи. Еще один. И вот это стоит неудобно. Поэтому сначала восстановим уже собранные полоски. Достанем отсюда этот элемент. И совместим полоску. Собираем полностью синий центр. Белый, синий. Дальше можно собирать как оранжевый, так и красный. Без разницы. На красном больше элементов готовых есть. Поэтому я начну с него. Вот 3 элемента. Вот еще 2. Движения уже делаем с возвратом. Центральная полоска готова. Делаем остальные. Видим здесь не хватает одного элемента. Видим сверху вот таких вот 2. Нам достаточно одного. Но если мы их оба опустим, то сможем повернуть полоску вот так и возвратным движением забрать полоску выше. Ставлю на наиболее пустое место, чтобы максимально забрать отсюда красные элементы. Дальше. Вижу вот это и вот это. Здесь красиво не очень получается. Опускаем вот эти 2 элемента, поворачиваем полоску и возвращаем. Недостает такого. Тем самым, собирая полоску, поднимаем ее выше. И опять загоняем наиболее пустое место. Так, дальше. Что мы видим? Ну, хорошего мало, поэтому собираем постепенно. Три элемента. Четыре элемента. Пятый элемент. Здесь у нас вот есть дополнительный красный элемент, поэтому я не буду поднимать двумя полосками, и подниму только одно, тем самым заберу вот этот. Ну и собираем оставшиеся. Поднимаем вот эти две. Так. Ну и чтобы поставить вот эти два на эти места, мы их выдвинем вверх, повернем полоску и вернем. Красный центр собран. Видим, у зеленого здесь уже четыре элемента в ряд стоит. Добавим пятый. Здесь не хватает одного. Он есть вот тут. Удобно. В кубике 7 на 7 принципиально после центральной полоски собрать две рядом. Не важно в каком порядке, это или это сначала, но важно, чтобы крайнюю и среднюю собрать, помимо центральной, оставив и две вот здесь. Поэтому сейчас будем собирать крайнюю полоску. Видим удобную конструкцию. Вот четыре элемента и пятый недостающий вот здесь. Здесь можно сделать так. Выдвинуть, развернуть, вернуть. Полоска соберется. Загоняем ее вот сюда. Здесь необходимо дособрать вот эту вот внутреннюю правую полоску. Видимо, что здесь не хватает вот такого элемента, как в кубике 6 на 6. Пустое место снизу. Нужный элемент располагаем сверху. Опускаем эту полоску. Разворачиваем так, чтобы пустое место стало сверху. Поднимаем. Остается вот сюда элемент поставить. мы находим его здесь. Опускаем, поворачиваем, поднимаем. И вот у нас полоска готова. Отправляем ее наверх. Разбираемся с тем, что осталось. если в кубике 6 на 6 мы всегда можем свести последние два центра в такой ситуации, что останется переставить только один элемент, то в кубике 7 на 7 максимум, что мы можем себе позволить, это переставить два элемента. то есть как раз у нас такая ситуация. Мы видим вот два элемента и к ним можно поставить вот этот. Желательно всегда устанавливать вместе с центральным вот этим элементом зеленым. Как мы это сделаем? Повернем таким образом. Опустим, повернем, и теперь у нас в одно такое движение заберутся вот эти элементы. То есть в данной ситуации это самая плохая ситуация, которая может возникнуть на кубике 7 на 7 на двух последних центрах. То есть нужно переставить два элемента. Делать мы это будем точно так же, как в кубике 6 на 6. Вот этот и вот этот элемент можно переставить. Поднимаем. отводим в сторону, выбиваем полоску, возвращаем, опускаем вниз, поворачиваем вверх и опускаем готовую полоску. Нижний элемент Собираем аналогично. Поднимаем, поворачиваем, выбиваем полоску, возвращаем, пускаем вниз. И готовую полоску тоже пускаем вниз. Значительно чаще здесь будет оставаться либо один элемент, либо вы сможете собрать пятую полоску интуитивно полностью. В случае, если у вас осталось два элемента, и они расположены одинаково, то есть два здесь и два здесь, оба этих элемента можно переставить за один алгоритм. Поднимаем, отводим в сторону и выбиваем сразу две полоски. Возвращаем, опускаем и опускаем две готовых. Если случилось так, что удобнее оказалось загнать полоску с четырех элементов, но центрального там нет, то подобный же алгоритм можно применить и для центрального. Так же, как в кубике 5х5. Если каким-то образом крайняя полоска собралась сама, и остается переставить только один элемент, так же можно использовать подобный алгоритм и для среднего слоя. выдвигаем, поворачиваем, вращаем и собранные полоски ставим по местам. Аналогично и для среднего элемента. Выдвигаем, выбиваем полоску, ставим оранжевую на место и вторую на место. В случае, если необходимо переставить один угловой элемент, мы поступаем все так же, как в кубике 5х5 и 6х6, делаем рыбку. РВ. У. РВ штрих. У. РВ. У. Два. РВ штрих. Если угловых элементов необходимо переставить два, то мы можем либо выполнить рыбку два раза, либо свести в стандартную ситуацию из кубика 5х5 и 6х6. То есть вот вот этот тройной блок можно легко поменять местами. Как в 5х5, только средний слой будет из трех слоев. Как я уже сказал, любые ситуации на двух последних центрах кубика 7х7 можно свести к перестановке максимум двух элементов. Но чаще это можно делать полностью интуитивно. Все эти ситуации я уже показывал в кубике 6х6. Если не смотрели, то можете ознакомиться. Сборка ребер, опять же, ничем не отличается, кроме того, что нужно собирать больше элементов. Каждый ребро состоит из пяти элементов. Например, я вижу белый-зеленый, белый-зеленый. Совмещаем. Еще белый-зеленый. При помощи стандартных движений опускаю вниз и совмещаю. Пятый. Делаем то же самое. Сейчас, по сути, будет просто сборка с объяснениями этих ребер. Некоторые интересные ситуации будут только на двух последних ребрах. Бело-зеленое ребро собрано. Вижу зелено-оранжевое. Опускаю вниз. Сверху нахожу еще одно. Цвета одинаковые. Опускаю вниз. Совмещаю. Смотрю по бокам. Зелено-оранжевых нет. Переворачиваем. Ищем здесь. И вот оба их находим. Они развернуты. То есть одно так, а другое так. Поэтому без разницы, как опустить. Одно ставим. А второе сначала флипнем при помощи того же флипа, что скобка 4х4 нас сопровождает. И установим на место. Вижу зелено-желтые. И вот зелено-желтый. Опущу таким образом, чтобы они совместились. Сразу замечаю еще один зелено-желтый. Это уже 4 элемента на ребре есть. Ищем дальше. Переворачиваем. Вот он зелено-желтый. Собираем. Хорошо встали. Два синий-красных. И сверху еще один есть. Собираем. По бокам нет. Ага. Вот один есть. И еще один нужен. Повещем его наверху. Нашелся. Синий-красный ребро готово. Пока собирал, заметил вот эти синие-оранжевые. И вот здесь синие-оранжевые. Пока я эти ставил, увидел, что здесь есть еще одно. Чем кубик 7х7 хорош? Здесь много нужных элементов. И количество бесполезных движений сведено к минимуму. То есть, всякий раз ты замечаешь новые элементы, которые нужно поставить. Вот опять синий-оранжевый появился. его необходимо флипнуть и совместить. Что мы видим дальше? Ну, вот, к примеру, зелено-красные. Пусть их не так много. Но зато сразу же находится вот этот. И мы видим, что здесь стоит. Можно как бы его флипнуть и поставить на место. Но если у вас сверху есть элемент, который вам сейчас нужно ставить, лучше с этим повременить. То есть, когда я буду ставить вот этот элемент, этот поднимется наверх. Установив вот этот, я спокойно поставлю удобным мне способом следующий. Показал, что здесь еще один есть. Да, это так и есть. Сверху остается одно несобранное ребро. Давайте продолжим на бело-красных. Вот два бело-красных. Поскольку здесь все четыре ребра собраны, перевернем сразу. Замечаем, вот здесь два бело-красных. Соберем. И где-то еще одно было. Вот оно. Так, видим дальше желто-красные. Сверху нет. Находим одно снизу и еще одно снизу. И получается это восьмое ребро, которое мы собрали. Если мы все делали правильно, по методу фрисвайс, то центры должны восстановиться. Вот оно так и есть. Переходим к сборке последних четырех ребер. Здесь удобнее всего начинать с тех ребер, где есть центральный элемент, чтобы не путаться. К примеру, я вижу вот синий-желтый. Вот этот синий-желтый хорошо подойдет сюда, чтобы его переставить вот на это, видимо, место. Мы выдвинем вот этот слой, делаем флип и вернем слой на место. Вот у нас получилось здесь четыре элемента, здесь один. Как уже показывал в кубике 6х6, в этой ситуации удобно как раз вот такой элемент поставить. вот этот перевернут, мы его выбиваем и переворачиваем вот это ребро. Флип. Возвращаем слой на место и все, желто-синее ребро собирается. Дальше я вижу здесь белосиние и здесь белосиние. можно, конечно, флипнуть вот это ребро и установить их вот сюда. Давайте сначала флипнем. Если мы захотим установить вот сюда, то надо будет выдвинуть, сделать флип и вернуть на место. Да, это вполне удобно, вполне хорошо. но можно опять же вот эти два элемента поставить вот сюда, выдвинув вот этот, сделать здесь флип и вернуть на место. И тогда у нас уже более ровное ребро с хорошо стоящими элементами. Остается сюда доставить вот этот элемент. Это все как из кубика 5х5. Выдвигаем вниз, делаем флип. Возвращаем. И осталось два ребра. Здесь также ничего нового пока что. К примеру, мне больше нравятся вот эти элементы. Я могу вот эти два переставить вот сюда. Каким образом? Я могу выдвинуть вот эти два элемента, сделать флип вот этого ребра. и вернуть эти два элемента. И остается самая простая ситуация, которая только может быть на кубике 7х7. Аналогичная кубику 5х5. как обычно, не все бывает так просто. Рассмотрим несколько случаев. К примеру, вот такой. Он аналогичный ситуации на кубике 5х5, который решается через простой флип, выдвигая средний слой. И оба ребра сразу собираются. Здесь же мы будем выдвигать не средний слой, а два слоя, которые находятся рядом с ним. Вот этот и вот этот. Делаем флип правого ребра и возвращаем. Оба собираются. В любой ситуации, когда не совсем очевидно, что здесь делать? Всегда можно сначала собрать три центральных элемента, а потом остальные. То есть тем самым приводя кубик 7х7 к состоянию кубика 5х5. В данном случае рядом с центральным элементом стоит один желто-оранжевый и сюда бы хотелось поставить второй. Он здесь хорошо стоит. Если стоит плохо, то нужно флипнуть. Выдвигаем, не обращая внимания ни на что. Делаем флип, задвигаем обратно. То есть можно было выдвинуть как один слой, так и два. Это уже как нравится. А дальше мы собираем стандартные алгоритмы из кубика 5х5. Что мы видим? Видим здесь разрозненный блок. Здесь хорошая ситуация. Мы можем выдвинуть сюда, сделать флип и вернуть. Все ребра соберутся. Ну и конечно в кубике 7х7 не обошлось без стандартного реберного паритета из кубика 5х5. Он может выглядеть либо таким образом, когда у нас центральное ребро состоит из трех элементов, либо таким образом, когда у нас центральное одно, а крайние двойные. Решается аналогично. Этот случай решается полностью идентично к кубику 5х5 с исключением одного хода. РВ У2 перехват РВ У2 РВ У2 РВ У2 ЛВ У2 И вот этот ход как раз получается 5х РВ У2 А дальше все то же самое РВ У2 РВ У2 РВ У2 В случае когда у нас в таком виде то мы можем делать все то же самое но все движения тремя слоями 3РВ У2 перехват 3РВ У2 3РВ У2 3РВ У2 3ЛВ У2 здесь получается 4РВ У2 3РВ У2 3РВ У2 3РВ 4РВ Еще может возникнуть случай двойного паритета который можно решить за два алгоритма которые я только что показывал К примеру сначала развернем крайние ребра и у нас останется одно мы сделаем алгоритм через тройные слои так же поднимаем поднять справа и тоже кому как нравится концовка немножко изменена но общий принцип тот же так что запоминается этот алгоритм легко в принципе показанной формации для сборки реберси на 7М должно быть достаточно на начальном этапе многие алгоритмы можно интуитивно модифицировать доходить самим до каких-то своих решений в продвинутом методе буду рассказывать об этом подробнее сборка этапа 3х3 ничем не отличается от кубика 5х5 здесь нет паритетов нет каких-либо особенностей кроме того что центры из 25 элементов ребра из 5 а углы такие же просто собираем как обычно любым способом крест собираем F2L ну если вы используете какие-то другие способы то можно и послойно 7х7 собирать хотя к этому времени можно уже F2L и освоить F2L и F2L на этом сборка кубика 7х7 завершается как я говорил здесь нет ничего сверхъестественного сложного то есть вы спокойно могли бы освоить это самостоятельно опираясь на знания 5х5 и 6х6 более того если вы разобрались с тем как собирается 7х7 вы сможете собрать куб абсолютно любого размера даже 13х13 15х15 и 17х17 тренируйтесь и все у вас получится а на этом все всем спасибо всем пока